всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время вдохновения мы с вами смотрим журнал патроны секстра в этом сборнике более 50 моделей вы меня просили полистать его вместе с вами я начала листать и поняла что обзор получается достаточно длинным настолько что лучше его разделить на две части первую часть мы с вами уже посмотрели ссылочка сейчас всплывет и вы увидите внизу под видео а вторую часть я приглашаю с вами сейчас полистать вместе поехали на этом развороте комбинезон конечно чтобы сшить такой комбинезон без лямок нужно прям тоже подумать как он будет держаться на фигуре может быть стоит даже сделать тоненькие лямочки спагетти чтобы он не свалился с вас комбинезон отрезной по талии по центру передних штанин заложены складки достаточно глубокие выполним такой комбинезон из принтованного хлопка вот технический рисунок комбинезона немножко завышена линия талии на лифе мы видим рельеф и верхний край лифа треугольных форм чашечки красиво будет облегать грудь но предупреждаю вас пожалуйста позаботьтесь о том чтобы комбинезон с вас не свалился пошиве конечно это будет очень сложная вещь на этом развороте еще пара вещей платья не длинные мы видим что у платья вот такая линия талии немножко фигурной формы маленькие вытачки платье из кружева да еще и с воротничком маленькие рукавчики юбка расклешенная платьев пошиве достаточно сложно я бы сказала из-за того что работает придется с кружевом и комбинезон комбинезон завышенной линии талии видим что из-под шва талии комбинезон брючка немножко в сборку идут мы видим что на брюках заутюжили складки может быть даже они вообще отстрочены хотя в тех рисунке об этом не сказано и сказано что срезы проймы горловины обработаны косыми бейками вещь пошиве непростая комбинезон без подкладки срезы горловины и пройм обработанные косой бейкой из ткани платье мы только что с вами посмотрели мне кажется выкройка вообще классического платья можно шить но чуть ли не из любой ткани пишите с хлопков из поплинов платьишко удобное летние прекрасный вариант для повседневки комбинезон комбинезон мы видим что укороченная линия плеча достаточно небольшая такая горловина вот по впечатлению но глубокие широкие такие проймы имейте это ввиду штанины свободные мне кажется я уже встречала вот это платье в одном из выпусков журнала патронов она достаточно сложно устроена посмотрите кажется что по складке вертикальные от горловины живут свободном полете но нет деталь со складками выступают в роли отделочной детали поверх скажем гладкой части платья имейте это в виду поэтому складки живут скажем не своей жизнью они не расходятся в платье потому что там внизу в роли подкладкой выступает часть платья рукава покрою реглан по спинке и по остальным частям передать платье отрезной по талии видим что есть вытачки и такой округлый вырез горловины вот технический рисунок как выглядит рукавчики реглан на грудные вытачки отрезной по талии и вот эта деталь отделочной со складками платье в пошиве непростою вот мне кажется будет вся сложность в этих складках как сделать так чтобы они выглядели красиво ровно и держали форму комбинезон отрезной по талии вверх достаточно плотно сидящий по фигуре потому что есть нагрудные вытачки талиевые вытачки но и брюки выглядят тоже не широкими мы видим что вырез по горловине вырез по проймам ну и конечно есть молния по спинке давайте сразу платье посмотрим платье бомба широкая свободная шьется очень просто мы видим что рукав покрою реглан вставочки воды соединения с лифом вот такой платье очень широкая свободная здесь еще есть разрезы завязываются рукава на такие ленточки бантики и по верхнему срезу горловины пришита вот такая бейка с резинкой шьется платье повторюсь очень легко выглядит очень эффектно и мне кажется для летних дней просто шикарный наряд шьем девочки оба наряда можно шить из похожих тканей здесь предлагается атласная вискоза а здесь и шелковая вуаль но мне кажется комбинезон все-таки нужно шить из эластичной ткани и контролировать чтобы хватило вот здесь на линию скажем на длину туловища нам этого комбинезона чтобы в нем можно было жить ну а платье мне кажется для платья подойдут множество разных тканей но вообще чуть ли не любые ткани плательные шикарное платье но главный эффект платьем в ткани она выполнена из вуале креповой вуале написано с плейсировкой вот здесь как раз плиссе потому что сами складочки одинаковой ширины по всему платью мы видим что она отрезной по талии юбка присобрана скажем в верхней части и выполнена майка такая в бельевом стиле подкладка соединена с юбка верхняя часть этой майки отлетная красивое нарядное платье вот так выглядит технический рисунок платье на этом развороте еще несколько нарядов костюм юбка и блузка что интересного в юбке юбка с эффектом запаха но на самом деле это просто очень широкая расклешенная юбка и вот с такой формой низа здесь у нас шов и блузка с открытыми плечами со вставками и кружева написано что ткань хлопчатобумажная вуаль смотрим чтобы ткань была летящая струящаяся если ткань сильно прозрачная кажется то шьем тогда с подкладками либо в два слоя решаем для себя самостоятельно конечно же и смотрим как красиво выполнена спинка в этой блузке кружевного элемента по спинке вверху без сборок вот такие тоненькие лямочки перекрещиваются по талии конечно же нас есть кулиска с резинкой и еще вот такой декоративный тоненький поясок тарафанчик очень свободное платье на самом деле отрезной по талии верхняя часть лифа впереди видите при собрана на сборку вот посмотрим технические рисунки модели юбка с фигурной линии низа блузка с открытыми плечами вот здесь с разрезами по плечам и платье что про блузку хочу сказать не обязательно делать вот здесь отделочные выбирать отделочную ткань можно из основной ткани сделать сшить такую блузку сложности в пошиве здесь мне кажется особых не будет потому вот во всех этих моделях особых сложности не будет потому что сядут на любую фигуру этой модели свободного кроя как работать с тонкими тканями хлопковыми ну конечно будут свои нюансы скажем как вот этот срез криволинейный обработать ну можно выбирать московский шов он прекрасно ляжет да здесь и не такие уж требования будут пошиву потому что это хлопок на шоке будет все сложно из хлопков нормально шьем дорогие на этом развороте несколько прям много нарядов давайте их рассмотрим каждый внимательно что мы видим здесь мы видим топ со вставками кружевными с оборкой по центру переда вот такие рельефные у нас идут швы да еще и застежка на пуговки по центру переда верхняя часть топа украшена кружевом не широкие бретели сейчас все рассмотрим внимательно техническом рисунке сразу давайте на юбку взглянем юбка выполнена по косой из атласной ткани и видим что нижняя часть юбки отдела на какой какой-то детали юбка по нижнему краю неровная кстати скажу вам что вот этот прием выполнять юбки по косой неровными это с одной стороны декора с другой стороны упрощается пошив потому что их достаточно сложно выровнять по линию низок юбки по косой ну и давайте сразу еще посмотрим вот эти модели здесь мы видим блузку блузка практически классического кроя потому что без воротника мы видим на застежки по переду планка застежки переходит плавно на вылез по горловине рукав точной на манжете застежка еще пара накладных карманчиков брюки мы видим что здесь классические прямые немножко заложены по линии низа жакет жакет похож на косуху потому что застежка на молнию расположена наискось в точную рукав двушевный и классическая как у косухи отложной воротник и отложные края бу края бортов интересное платье вот как она выглядит сейчас посмотрим технические рисунки поподробнее платье как написали выглядит как будто два платья одна часть платья в вертикальном шве укорочено платье другая часть длинные по спинке то же самое с воротничком с вырезом горловины тоже у нас идет асимметрия там где короткая часть платье нас идет отложной воротничок а там длинная часть платья идет лямочка давайте смотреть технические рисунки брюки мы с вами видим что брюки классические классического покрой за ужиной к низу гульфик поясок и складки у пояса неглубокие топ топ очень интересный здесь он выполнен из шелковой блестящей ткани очень сильно декорирован всевозможными способами но знаете как могу сказать что вот такой топ можно выполнить из других тканей из хлопковых тканей из хлопковых тончайших брать разное кружево брать даже трикотажные вставки и просто сшить например топ на лето будет смотреться шикарно мне кажется если из хлопка выполнить такой топ он будет стилизован отлично стилизоваться в боха стиль посмотрите сами боковые вставки из ткани впереди застежка по низу вот здесь у нас идет оборка вставки из кружева и тесьмы украшены тесьмой вот здесь нас пуговки как вставочка из ткани вот из этой же идут лямочки на строчке с нас с настроченным кружевом верхний срез топа обработан тоже кружевом красиво интересно мне кажется стоит шить такой топ и не обязательно нарядное просто на лето юбочка ничего особенного просто скроенная из двух полотнищ ткани по косой одно из полотнищ выполняет роль подкладки мне кажется что можно шить тоже юбку из любой ткани в том числе и принтованных юбка на лето получится шикарная и мы видим что жакет косуха ну тоже классика классик еще не проговорила что кокет очки есть плечевые шьется конечно он с подкладкой и достаточно трудоемко а вот юбка шьется не так сложно блузка мы с вами и посмотрели она выполнена из хлопчатобумажной вуале написано мне кажется практически из любой блузочной ткани можно шить ее в пошиве она конечно потребует особого такого мастерства потому что вот эти планки выполнить выкроены по косой потребует аккуратности скажем технически это будет все несложно сделать но нужно будет аккуратность вот это платье платье интересное легко или сложно сделать мне кажется достаточно несложно и посмотрите можно воспользоваться идеей шить практически два варианта платьев просто лишь взяв от 1 одной из сторон симметрии за цельное платье вот это получим платье в бельевом стиле если выполним симметричную вторую такую же сторону а это платье вот слой скажем с таким воротничком и с проймом просто тоже будет вечерний вариант платья так что кто не готов к экстремальному варианту с асимметрией шьем любое из симметричных платьев опять платье без лямочек украшена вот таким кружевом вставки видим вот здесь вот так вот так ну вот про лямочки я уже вам сказала не буду повторяться написано что выполнены из атласной парчи на грудные вытачки из по переду давайте сразу тех рисунок глянем как видите технический рисунок платья очень простой все дело в самой ткани ну и конечно посадить на фигуру будет достаточно сложно тем более если это парча имейте ввиду если грудь хорошего размера тройка скажем то я бы не советоваться такой открытой платье делать без лямочек два наряда мне кажется зеленое платье вполне может стать тоже повседневным платьем посмотрите здесь из интересностей вот такая фигурная линия талии она всегда красиво смотрится и мы видим что вырез лодочка но из-за волос девушки не видно и вот здесь заложены такие складки скажем грудь тоже акцентирована рукава просто широкий расклешенные рукава сейчас мне кажется это тоже в моде технический рисунок вот у нас мы видим фигурная линия талии шовчик по переду то есть платье видимо 4 клинка вот такие складки в которых размоделированы на грудные вытачки и рукава расклешенный вырез лодочкой хорошая модель платье комбинезон выполнен на подкладке написано что хлопчатобумажная вуаль с принтом с рисунком отрезной по талии мы видим что лифт при собран как верхней части так и по талии мне кажется в посадке комбинезона здесь не должно быть проблем потому что очень свободная вещь брюки тоже очень свободные отрезной по талии и брюки получаются широкие достаточно в верхней части видите брюки идут без сборок а внизу расширяются как бы прямые брюки немножко как будто расклешенные видим что брюки прямые широкие по низу не зауженные совсем в пошиве комбинезон не сложен в кулиску вшитый рулик завязывается вот здесь на завязку верхняя часть комбинезон чеком на этом развороте несколько разных нарядов сейчас посмотрим внимательно что есть этот наряд у нас юбка маленькая из трикотажного полотна и со вставками бахромы с перьями мне кажется вот это вот вязаной полотном варианты кашкарце или рибаны достаточно плотненько чтобы сидела на фигуре в пошиве такая юбка несложная жакетик вот здесь трудно разглядеть как он устроен единственное видим что у рука на рукавах вот так вот это часть отрезная и вот сюда вшиты молнии да еще и посмотрите с отделочной такой полосой из какого материала выполнить бейки нужно выбирать наверное может быть экокожа или какая-то бархатная например полос полосочка а можно с другой стороны вообще ничем не и не украшать если хочется упростить себе работу жакетик без воротника застежка на молнии впереди и вот на рукавах еще и кармашки вот здесь с листочками с узенькими вот как устроен жакет мы видим что еще есть приталивание вот такие вытачки и кармашки и юбочка прямая простая платье вот эти два платья похожи по силуэту оба отрезные по талии и у обоих платьев мы видим что заложены складки глубокие встречные на юбке по переду и по спинке на на фотографии этого не видно сейчас посмотрим на тех рисунках и примерно одинаково устроена верхняя часть лифа приталена у платья серого мы видим глубокий вырез горловины по лифу а спинка не глубокий а у белого платья мы видим что впереди не такой глубокий вырез горловины а на спинке он будет более глубоким ну давайте тех рисунки посмотрим мы видим что вот они платья отрезные по талии про юбочки уже все сказала и лиф лиф плотно сидящую обоих платьев вот здесь мы видим что вытачки вот так расположены чтобы посадить по фигуре плотно вырез горловины не такой глубокий впереди но на спинке он есть плечо немножко спущена и не узкая в работе конечно такое платье достаточно сложное написано что он выполняется из сжатого шелка ну хочу подчеркнуть что ли ткань должна быть достаточно плотная форма держащие второе платье тоже шьется с подкладкой лиф с вертикальными рельефными швами по спинке вырез горловины не глубокий линия плеча у нас идет на месте и узкой за счет того что большой вырез горловины платьев пошиве оба эти платья достаточно сложны потому что потребует хорошие идеальной посадки и советую выбирать ткани с небольшим процентом эластана чтобы можно было плотно их посадить по фигуре при этом было комфортно жить тогда придется конечно и подкладочную ткань тоже покупать с эластаном подбирать с эластаном благо есть варианты в продаже такие это может быть хлопок с шелком с эластаном это могут быть вискозные подкладочные варианты с эластаном сразу давайте тех рисунок глянем последнего платья на этой страничке платье туника с кулиской по талии длинная широкая с разрезом по одному боку платье выполняется с подкладкой посмотрите круглый вырез горловины с небольшим разрезом по переду и глубокими проймами посмотрите как выглядит шикарно это платье мне кажется очень комплементарно к любому летнему гардеробу складки есть в районе горловины и складки в районе талии вернее сборки сборки на юбке отрезной по талии и зафиксирована юбочка на талии с кулиской на резиночке дальше идет несколько свадебных платьев если рискнете шить свадебное платье давайте немножко на них посмотрим хотя любое свадебное платье может быть и просто вечерним платьем если выполним не из белой ткани платье с открытой спинкой треугольные чашечки и мы видим что идет идут драпированные детали из-под чашечек и вот здесь драпированная деталь на юбке получается что по талии платья не отрезное кстати такой фасон очень хорошо моделирует талию и второе платье с глубокой спинкой с вырез с глубоким вырезом по спинке вот с такими лямками из горизонтальным вырезом по переду и кстати прошу вас обратить внимание посмотрите как сильно отстает горизонтальный вырез горловины по переду эта проблема вообще всех горизонтальных вырезов имейте это в виду всегда лучше сделать его немножко таким вогнутым выпуклым округлым треугольным овальным сердечком каким угодно только не не четко горизонтальным иначе вы будете вынуждены всегда носить этот вырез на несколько сантиметров впереди своего тела вот это платье которое было на левой страничке мы видим что отрезной под грудью треугольные чашечки украшены какими-то стразами и потом идут драпированные детали сначала идет вот такая деталь и потом деталь юбки с драпировкой повторюсь что такое платье очень сильно моделирует талию вот такое свадебное платье я уже проговорила что горизонтальный четко горизонтальный вырез горловины он сложен в эксплуатации технически вы можете все прекрасно сделать но он все равно будет отставать от фигуры и мы видели что открытая спинка в общем мне кажется с посадкой этого платья ну сто процентов будут у вас сложности имейте это в виду и здесь даже не поможет макет платье потому что все равно из одной ткани может все прекрасно сесть а из другой ткани может все начать отставать и юбка мне очень нравится посмотрите у нас идут вертикальный рельеф и вот здесь немножко расклешенный и сзади мы видим как будто эффект шлейфа немножко по длине и по центральному шву можно брать юбку отсюда в идею этой юбочки а верх я бы советовал все-таки сделать по-другому еще пара свадебных нарядов здесь у нас юбка посмотрите юбка клёш со шлейфом по спинке здесь не видно девушка сидит и топ топ с вертикальными рельефами чем приятно посмотрите вертикальные рельефы расположены достаточно скажем близко по середине пейда тоже моделируют фигуру тот достаточно приталенный вот технический рисунок топа мы видим что достаточно большой вырез горловины узенькие лямочки получаются он достаточно сильно притален так что у нас по нижнему краю получается эффект баски даже и обратите внимание линии рельефа расположен достаточно близко друг другу вот такие линии хорошо моделируют талию и юбка юбка расклешенная с эффектом шлейфа по спинке платье мы видим что по спинке у платья стоечка мы видим что достаточно открыты проймы то есть плечика голенькая получается наверно до середины длины плеча проймы срезаны мы видим что платье очень плотно сидит по фигуре по спинке украшена каким-то декоративными элементами наверное это навесные пуговки с петлями мы видим что платье с широкой юбкой по низу с эффектом шлейфа а в районе бедер платье облегает то есть эффект гады получается давайте тех рисунок посмотрим мы видим что платье очень плотно сидит по фигуре красивый вырез горловины элегантный треугольником по переду есть плавно переходящим со стойкой на спинке и мы видим рельефы расход ткани на такое платье будет очень большой имейте это в виду мало того что две длины платье так еще и длина шлейфа добавляется платье в пошиве конечно сложно здесь она предлагается двухслойным нижняя с нижний слой атласный верхний слой кружевной но мы выбираем ткани по своему вкусу можно сделать его и однослойным с подкладкой или без в зависимости от ткани в пошиве сложность в этом платье будет именно в посадке по фигуре точно также можно могу посоветовать выбирать ткани целостанов чтобы они лучше чтобы было легче сеть посадить на фигуру мы с вами закончили листать этот журнал обзор получился достаточно объемным но надеюсь для вас он был интересным и полезным буду рада увидеть ваши комментарии ставьте лайки буду рада вашим подпискам подписывайтесь на канал кто еще не подписался на этом я с вами прощаюсь с вами была я татьяна шедрина вы были мне на канале время шить всем пока пока до встречи